Антитела КССЛ-70. В чем это говорит? И антитела тканевой в трансглобиназе есть, а иммуноглобулин А нет. Не говорит ли, что нам и мне надо сдать иммунограмму, проявить вообще общий иммуноглобулин А, например, изолированный дефицит иммуноглобулин А. Эти антитела, которые ассоциированы со склеродермией, то есть они повышают риски склеродермии. С одной стороны, здесь может быть просто повышение рисков, и это может иметь значение для вынашивания беременности. Поэтому здесь, при такой конфигурации, мы обычно рекомендуем при беременности это назначение низкодозного аспирина, очень часто внутривенных иммуноглобулинов, и очень часто, если ее снижение активности компонентов комплимента, или даже если мы хотим перестраховаться, мы назначаем еще препарат, который называется гидроксихолорохин, то есть у нас он идет под названиями плаквенил или иммард. Этот препарат будет блокировать возможные повреждающие действия этих антител или каких-то других сопутствующих антител, которые могут быть при аутоиммунных процессах в отношении трофобласта. Но здесь есть один очень такой важный аспект, вернее есть аспекты, о которых вообще нужно поговорить. То есть, первое, это то, что исследование нескольких групп на Западе, еще на рубеже, где-то вторая половина 90-х, начала 2000-х годов, выявило четкую связь этих антител с предыдущими беременностями. То есть, эти антитела могут появляться с большей степенью вероятности, если у пациентки до этого были беременности. То есть, мы подходим напрямую к проблеме так называемого фитального микрохимеризма, когда во время беременности идет трафик клеток в обоих направлениях. То есть, от плода к матери в кровь поступают эти факторы и могут оказывать влияние на здоровье матери. И в обратном порядке, в обратном порядке от матери к плоду. То есть, женщины, которые беременели, пожизненно носят в себе следы всех практически беременности, которые были, если только это не были беременности, которые прерывались на очень маленьком сроке. Потому что эти клетки, они продолжают существовать в организме беременности. Их можно найти с помощью специальных методов исследования. И наоборот, мы все носим в себе клетки наших матерей, бабушек, прабабушек, прапрабабушек и так далее, которые мы получили во время беременности, когда мы были на этапе внутриутробного исследования. И мужчины, и женщины в одинаковой степени. Это называется материнский микрохимеризм. А вот фитальный микрохимеризм, то есть персистенция существования фитальных клеток в кровотоке матери, может вызывать иногда неблагоприятную реакцию со стороны материнского организма, в том числе повышения вот этих антител, которые изолированы, идут против, которые ассоциированы с системной или локализованной склеродермией. То есть это вот одно из тех состояний, которые четко совершенно не обязательно, что это бывает только после беременности, но в большинстве случаев это все-таки антитела, которые мы видим у рожавших или беременевших женщин. То есть вот это вот очень значимый такой момент, потому что именно беременность и именно фитальный микрохимеризм при определенных конфигурациях генов HLA повышает вот такие вещи. Когда мы оцениваем риски с точки зрения HLA, то здесь иногда важна не только конфигурация и общая предрасположенность женского организма, но, как показали некоторые исследования, также и определенные конфигурации со стороны HLA генов мужа. И вот если у мужа есть DR4, а у жены DR4 нет, то тогда вероятность вот такого рода появления антител после беременности повышается. Потому что фитальные клетки, которые несут на себе DR4, у которого нет HLA, если у матери нет HLA4, легче вызывают вот эту реакцию, которая потом приводит к системной склеродермии. И патогенез патогенез следующее, то есть когда идет беременность, ворсинки плода плавают в материнской крови. И в отличие от всех остальных систем организма, во время беременности, во время беременности на уровне плаценты нет капиллярного кровообращения. То есть у человека самый агрессивный тип плацентации, который может только быть, гемохреальный тип плацентации. То есть ворсинки плода, чужие для материнского организма наполовину, свободно плавают в материнской крови. И во время плацентации ворсинки трофобласта разрушают вот эти все структуры слизистой оболочки матки, разрушают стенки капилляров и получается, что кровь вот в эти межворсенчатые пространства накачивается через мелкие артерии и собирается в мелкие вены. То есть получается с точки зрения физиологии плацента омывается смешанной материнской кровью, потому что и артериальная кровь и венозная кровь, они вот на этом этапе смешиваются и общее направление кровотока связано с тем, что существует разница давления в артериальном звене и в венозном. То есть вот градиент давления существует и поэтому кровь течет в основном в направлении венозного русла. Вот и при таком типе кровообращения на уровне плаценты постоянно возникают различные завихрения, то есть колебания давления, то есть вот как бы во время систулы накачивается кровь, идет ослабление, давление падает. Ух, ах, ух, ах, ух, ах. То есть постоянно идет процесс повышения и понижения давления вот в этих международных процессов. И вот эти завихрения крови, они также как вот если вы видите, что что-то завихряется во время бури на море или там на берегу, или если вы наблюдаете пруд, что при завихрениях могут какие-то водоросли отрываться от дна, также происходит отрыв ворсинок. И получается достаточно крупные структуры, элементы ворсинок с имеющимся внутри этих ворсинок высокоимоногенными клетками, то есть в частности это макрофагия плода, поступают в венозную систему матери напрямую, минуя капиллярное звено. И дальше вот через эти мелкие вены, которые дают отток от матки, все это попадает в нижнюю полую вену. И дальше кровь из нижней полой вены возвращается в сердце. И для того, чтобы венозная кровь опять стала артериальной, нужно чтобы эта кровь прошла через малый круг кровообращения, то есть через легкие. И поэтому вся венозная кровь начинает накачиваться в легкие, а в легком, в легком, с чем сталкиваются эти клетки, когда они попадают туда? С тем, что они попадают в капиллярное русло. И через капилляры они уже проникнуть не могут. И поэтому получается, что в воротах легких эти ворсинки, все элементы ворсинок со всеми клеточными элементами застревают и начинают жить свою жизнь. То есть вот в течение всей беременности в легких у мамы существует достаточно значимая популяция клеток плода, которые попадают туда, отрываясь в результате различных вихреобразных движений крови от плаценты. И они попадают и продолжают там существовать. И часть этих клеток продолжает существовать годами. Именно вот эти клетки могут вызывать повышение риска аутоиммунных состояний, которые могут потом возникать у женщины. И риски этих состояний будут повышаться в том случае, если в частности есть какая-то общая предрасположенность к иммунным реакциям, определенные неблагоприятные конфигурации между матерью и отцом будущего ребенка. И если есть определенные конфигурации у мужа, в частности вот наличие DR4 у мужа и отсутствие DR4 у жены именно может создавать повышение рисков аутоиммунных состояний. А эти аутоиммунные состояния, которые возникают в ответ на беременность порой, вот только в небольшом проценте случаев, могут быть факторами дальнейшего невынашивания беременности и нарушения плацентарных функций. Вот таким немножко сложным способом, не знаю насколько понятно и вам это все объяснил, но тем не менее такая ситуация возникает. Да и получается вот по поводу вот этого антитела токаневой трансглутабиназии, у вас есть иммуноглобулина G, нет иммуноглобулина FA. Если есть какие-то репродуктивные проблемы, плюс еще есть вот эти антитела к системной склеродермии, я бы рекомендовал бы спокойную такую пожизненную безглютеновую диету, которая будет носить общее оздоравливающее влияние на ваш организм. И не нужно там говорить, вот если иммуноглобулины A, иммуноглобулины G и так далее, и так далее. Поскольку это состояние, которое у вас обнаружено, может быть показанием к значению капельниц иммуноглобулинами, всегда, если вы не сдавали перед беременностью анализ на суммарные иммуноглобулины A, нужно этот анализ сдать. В диагностике целиакии, которую интересуют гастроэнтерологов, обязательно включается анализ на суммарные антитела иммуноглобулинов A для того, чтобы не пропустить ложно-отрицательных анализов, когда отсутствие антител к иммуноглобулинам A, к коневой трансглутабиназии, к эндомизии, к глиадину, является ложным. Оно связано с тем, что у пациентки вообще мало. Малая продукция идет каких-то антител класса иммуноглобулинов A. Но это важно для интерпретации анализа, который, безусловно, должен делать врач. Но существует также такое состояние, когда у пациентки в организме идет дефицит иммуноглобулинов A, и если уровень иммуноглобулинов A снижен, по сравнению с нижней границей нормы, тогда назначение внутривенных иммуноглобулинов становится исключительно опасным. Потому что на фоне дефицита иммуноглобулинов A, вот эти безвредные и спокойные и очень легко переносящиеся капельницы с иммуноглобулинами могут вызывать достаточно серьезные реакции женского организма, очень тяжелые. То есть это могут быть очень тяжелые состояния в ответ на капельницы. Поэтому мы в центре иммунологии и репродукции всегда, прежде чем капать, все-таки проверяем пациенток на иммуноглобулины A, чтобы не попасть вот на такую редкую, но очень опасную ситуацию, которая связана с рисками осложнения терапии иммуноглобулинами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова